МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы будем обсуждать с представителями Министерств регионального развития и иностранных дел, федеральной миграционной службы, руководителями регионов, которые участвуют в этом масштабном проекте. Сразу после окончания этой передачи вы сможете позвонить на горячую линию по номеру 8 800 100 06 76 и задать интересующий вас вопрос. Операторы будут принимать звонки в течение двух часов. Кроме того, свои вопросы вы можете отправить нам по электронной почте на адрес домой собакарувр.ру. Забайкальский край приступил к реализации государственной программы по оказанию содействия переселению в сентябре 2010 года. С тех пор благодаря этой программе десятки соотечественников уже стали гражданами Российской Федерации в упрощенном порядке. Российский паспорт не так давно получила и Светлана Кулиш. Вместе с мужем она приехала в Забайкалье из Украины, получила разрешение на временное проживание, а после узнала о госпрограмме переселения соотечественников из-за рубежа и стала ее участницей. В Забайкалье в молодой семье родилась дочь Даша. Этот край стал нам родным домом, говорит Светлана. Ее муж Денис работает на железной дороге, уже стал бригадиром ремонтного участка. А сама Светлана, как только подрастет дочь, сможет работать по специальности. Она преподаватель английского и немецкого языков. Квалифицированные кадры нам всегда нужны. Если такие люди еще будут приезжать, это будет здорово, говорят сотрудники администрации Борзинского района, где живет семья Кулиш. До конца текущего года Забайкальский край планирует принять еще 114 соотечественников и членов их семей. Отметим, что переселяются они в приграничные районы края. Гарантии и социальная поддержка участникам госпрограммы и членам их семей здесь производятся в полном объеме, включая так называемые подъемные – 120 тысяч рублей участнику программы и по 40 тысяч рублей членам его семьи. Забайкальский край входит в Сибирский федеральный округ. Территория более 430 тысяч квадратных километров, или 2,5% от территории Российской Федерации. Граничит с Республикой Бурятия, Республикой Саха, Якутия, Иркутской и Амурской областями, имеет внешнюю границу с Китаем и Монголией. Забайкальский край образован 1 марта 2008 года в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. В крае 10 городов, 41 поселок городского типа, 750 сельских населенных пунктов. Административный и культурный центр – город Чита. Расстояние по железной дороге до Москвы – 6074 километра, до Екатеринбурга – 4386 километров, до Новосибирска – 2861 километр, а до Хабаровска – 3327 километров. Забайкальский край расположен в восточном Забайкальге, на юго-востоке Восточной Сибири. Здесь можно встретить большинство российских ландшафтов. Климат резко континентальный, зима длительная и суровая, лето короткое и теплое. Средняя температура января составляет минус 20 градусов на юге и минус 37 на севере. Абсолютный минимум – минус 64 градуса по Цельсию. Средняя температура июля составляет плюс 15 градусов на севере и 21 на юге. Абсолютный максимум – плюс 42 градуса. Основная часть осадков выпадает летом и осенью. Забайкалье значительно удалено от западной части страны. В то же время оно близко расположено к российскому Дальнему Востоку и занимает ключевое положение на пути к Тихому океану и странам Юго-Восточной Азии. Регион обладает значительным и практически нереализованным гидроэнергопотенциалом, большими запасами древесины, ценными для Забайкалья черноземными и каштановыми почвами. Край обладает крупнейшими в стране разведанными запасами меди, молибдена, золота, запасами олова, тантала и полиметаллических руд. Является основной разрабатываемой ресурсной базой ядерной промышленности страны. Возможности экономического роста в промышленности до 2020 года будут определяться реализацией крупномасштабных проектов, обеспечивающих добычу и разработку месторождений полезных ископаемых, в том числе в рамках государственно-частного партнерства и иностранного партнерства, модернизации и интенсивным развитием энергетики, развитием транспортной инфраструктуры. Сельское хозяйство Забайкальского края развивается в районах экстремального рискованного земледелия. Своеобразие природных условий исторически определило особенности аграрной отрасли. В общем объеме производства продукции сельского хозяйства животноводство занимает 70%. Развитие сельского хозяйства остается нестабильным, что связано как с погодными условиями, так и с недостаточной интенсификацией отрасли. Большая продерженность границ с Китаем и Монголией, наличие пунктов пропуска через государственную границу, предопределяет сложившуюся ориентацию внешнеэкономической деятельности. В настоящее время на территории края действует 8 пограничных переходов, 2 таможни – Забайкальское и Читинское – и 10 подчиненных им таможенных постов. Железнодорожный пункт пропуска Забайкальск является крупнейшим сухопутным пропускным пунктом на пути грузопотока из России в КНР и обратно. Автомобильный пункт пропуска Забайкальск обслуживает до 50% прохождения грузов и пассажиров в автомобильном сообщении между Россией и Китаем. Забайкальский край характеризуется сравнительно высокой по масштабам Восточной Сибири транспортной освоенностью территорий. В эфире программа «Домой в Россию». О том, что ждет соотечественников Забайкали, какие возможности, предусмотренные в региональной программе содействия переселению, мы попросили рассказать начальника отдела трудовых ресурсов в Министерство трудовых ресурсов и демографической политики Забайкальского края Ирину Николаевну Трушину. Программа «Переселение» включает в себя проект переселения «Приграничное Забайкалье». Территорией вселения по проекту переселения «Приграничное Забайкалье» является четыре муниципальных района. Борзинский район, Нерчинско-Заводский район, Газимура-Заводский и Могочинский район. Прошло немногим более года со дня принятия программы «Переселение». Как реализовалась она и какие результаты на сегодняшний день? Для того, чтобы правильно ответить на вопрос о результативности программы, надо четко понимать, что цели переселить в Забайкальский край тысячи соотечественников нет. Главная задача программы – это достижение соответствия численности и состава переселенцев потребностям в квалифицированной рабочей силе и возможностям края. Обеспечение потребностей в квалифицированной рабочей силе на территории вселения по имеющимся вакансиям на вновь создаваемых предприятиях для реализации инвестиционных проектов. На сегодняшний день в Управление Федеральной миграционной службы России по Забайкальскому краю поступило 171 анкета от соотечественников, проживающих за рубежом, и от иностранных граждан, постоянно или временно проживающих на законных основаниях на территории России. 92 человека получили свидетельство участников государственной программы и встали на учет в УФМС России по Забайкальскому краю. 15 человек прибыли из-за рубежа. А из каких стран преимущественно едут переселенцы? Аналитика поступивших анкет показала, что забайкальцами желают стать в основном жители Армении, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Украины. А есть ли какие-то возрастные ограничения? В государственной программе возрастных ограничений нет. Тем не менее, программа нацелена в первую очередь на граждан трудоспособного возраста, молодых, успешных людей, которые смогут наиболее эффективно реализовать себя в нашем крае, жить, работать, рожать и расти детей, формируя будущее региона. А ваше мнение о программе? Ну, насколько привлекательна программа для переселенцев? Конечно, природно-климатические, социально-экономические особенности Забайкальского края – это особенности со знаком минус. Удаленность территории от центральной части России, огромные неосвоенные территории внутри региона, суровые климатические условия, недостаточно развитая производственная и бытовая инфраструктура приводят к повышенным экономическим издержкам – транспортные, энергетические и другие, следствием которых является высокий уровень потребительских цен и относительно низкая заработная плата. Если прианализировать данные о реализации госпрограммы других регионов, то по привлекательности Забайкальский край стоит, конечно же, в противоположной стороне от Калининградской, Липецкой, Калужской, Тамбовской и других подобных областей. Популярность среди соотечественников, близкой к Калининградской, наш край достигнет едва ли. Однако для поднятия его конкурентоспособности среди других регионов, повышения привлекательности программы переселения, что-то уже делается, что-то предстоит сделать, чтобы можно было с уверенностью говорить, жить в Забайкалье так же комфортно, как и в регионах, считающихся сегодня более благополучными. За последние несколько лет ситуация в крае действительно значительно изменилась, и дома новые появились, и социальные объекты, и объекты здравоохранения, культуры и физической культуры. На что могут реально рассчитывать переселенцы, приезжающие к вам в край? И какая оказывается им поддержка? Программой предусмотрено оказание нескольких видов социальной поддержки. Социальная поддержка семей имеющих детей, это пособие на ребенка, компенсационные выплаты на оздоровление детей, адресная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноков проживающим гражданам, предоставление льгот по коммунальным услугам, предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, медицинское обслуживание участников программы и членов их семей, что включает в себя проведение первичного медосмотра и медицинская помощь. Срочная медицинская помощь участникам программы и членам их семей осуществляется в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на территории Забайкальского края. Плановая медицинская помощь оказывается в лечебно-профилактических учреждениях региона за счет средств, предусмотренные настоящей программой в период до получения участниками программы и членами их семей гражданства Российской Федерации. Затем, значит, услуги службы занятости населения в рамках закона Российской Федерации о занятости населения предоставляются переселенцам бесплатно. Дополнительно предусматривается оказание видов услуг и расходов из средств краевого бюджета на эти цели переселенцам до получения ими гражданства Российской Федерации. Это выплата пособия в период поиска работы переселенцам, обратившимся в службу занятости содействия за содействием в трудоустройстве и нетрудоустроенным в течение 10 дней. Профессиональное образование, выплата стипендий в период профессионального образования. Эти меры идут в дополнение к тем, что предусмотрено на федеральном уровне, то есть компенсация расходов неприезда к будущему месту проживания и уплата государственной пошлины за оформление документов, подъемное на обустройство, компенсация расходов, определяющих правовой статус переселенцев и ежемесячное пособие при отсутствии доходов. А как решаются в крае жилищные, коммунальные, бытовые проблемы переселенцев? Для обустройства участников программы на постоянном месте жительства возможно предоставление земельных участков в аренду для индивидуального строительства жилых домов. Начиная с 2006 года на территории Забайкальского края реализуется подпрограмма обеспечения жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище». Механизм реализации программы предполагает оказание бюджетной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им субсидий на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении потечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья, либо строительство индивидуального дома. В настоящее время реализуется ряд мероприятий в рамках федеральной целевой программы социальное развитие села до 2012 года и краевых долгосрочных целевых программ социальное развитие села на 2010-2012 года и поддержка и развитие агропромышленного комплекса Забайкальского края. В рамках данных программ реализуются мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Правительством Забайкальского края принято постановление о внесении изменений в краевую долгосрочную целевую программу социальное развитие села, которым предусматривается введение государственной поддержки за счет бюджета Забайкальского края для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и добровольно вступивших в правовые отношения по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законом об обязательном пенсионном страховании в РФ. Другое изменение связано с введением мероприятия по поддержке комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов, в том числе строительства семейных животноводческих ферм на базе крестьянских фермерских хозяйств. В рамках краевой долгосрочной целевой программы поддержкой развития агропромышленного комплекса Забайкальского края осуществляется поддержка молодых специалистов, работающих в сельскохозяйственных организациях в течение первых двух лет после окончания учебного заведения и руководителей сельскохозяйственных организаций, прошедших обучение и аттестацию. Действует отделение Сбербанка России, осуществляющее кредитование населения как для индивидуального жилищного строительства, так и для приобретения жилья на вторичном рынке. Возможно получение кредитов для развития личного подсобного хозяйства. А какова зарплата в регионе? Ну, какова зарплата, я не могу этого сказать, это статистические данные. Единственное, я могу сказать, что в Забайкальском крае для организаций, финансируемых из федерального бюджета, а также имеющих частную форму собственности, установлен районный коэффициент в размере 20% к заработной плате работников районов, расположенных в 30-километровой зоне границы Китайской Народной Республики, в размере 40%. Для организаций, финансируемых из краевого и местного бюджетов, в повышенном относительно федерального уровня размере 40%. В районах, приравненных к районам Крайнего Севера, районный коэффициент составляет от 50 до 70%, в зависимости от географического расположения. Также действует процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в местностях с неблагоприятными природно-климатическими условиями в размере 30%. Почему я говорю о надбавках, которые выделяются территориям, граничащим с Китаем? Потому что те муниципальные образования, которые входят у нас в территории выселения, они обязательно граничат у нас с иностранным государством. А какие, на Ваш взгляд, типичные ошибки допускают потенциальные участники программы? И на что нужно в первую очередь обратить внимание тем, кто только собирается переехать в Забайкальский край? Главная проблема реализации программы, с которой столкнулись и исполнители, и переселенцы, это обеспечение жильем. Основная часть желающих переселиться в анкете указывают планируемый вариант жилищного обустройства самостоятельно за счет собственных средств. Это предполагает, что решение квартирного вопроса дело рук самих переселенцев. Как выяснилось, очень многие на этот пункт не обращают внимания и сильно огорчаются, когда их не встречают новосельем. Вторая по значимости проблема – это трудоустройство. В муниципальных образованиях не хватает учителей и врачей. Сотечественники же в графе анкеты, какую вакансию вы планируете занять из предлагаемых региональной программой переселения выбранного для проживания субъекта Российской Федерации указывают разнорабочий, лепщик, пельменей. И таких большинство, имея за плечами высшее образование, все планируют занять вакансию низкой квалификации. Каким образом вы информируете соотечественников о возможностях вашего региона? Информацию возможно получить на официальных сайтах Федеральной миграционной службы России, Министерства трудовых ресурсов и демографической политики Забайкальского края и автоматизированной информационной системе соотечественники Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Я благодарю начальника отдела трудовых ресурсов Министерства трудовых ресурсов и демографической политики Забайкальского края Ирину Николаевну Трушину за подробный рассказ о своем регионе и исчерпывающие ответы на наши вопросы. В эфире программа «Домой в Россию». Тем соотечественникам, кто сегодня проживает в Забайкальском крае и хотел бы присоединиться к участию в государственной программе по содействию добровольному переселению, наверное, будет полезно узнать, что начальник краевого УФМС Любовь Сизикова 8 сентября проведет прием граждан по личным вопросам. Он будет проходить с 15 до 17 часов в приемной президента России в Забайкальском крае. Предварительная запись на прием осуществляется по адресу город Чита, улица Ингодинская, 72, с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов, а также по телефонам 26 42 91 26 79 90. Впрочем, теперь любой вопрос, относящийся к компетенции миграционной службы, можно задать начальнику УФМС России по Забайкальскому краю Любови Сизиковой через интернет в режиме онлайн. Для этого необходимо, чтобы ваш персональный компьютер был подключен к интернету, имел скайп, специальную программу общения, наушники и веб-камеру. Достаточно только набрать адрес УФМС России по Забайкальскому краю, УФМС нижнее подчеркивание Чита, и поступивший сигнал будет фиксироваться в миграционной службе. На интересующий вопрос начальник краевого управления будет отвечать в первый вторник и третий четверг каждого месяца с 17 до 18 часов. Причем собеседники будут не только слышать друг друга, но и видеть. В миграционной службе установлена веб-камера. Устройство будет отображать весь разговор. Все подробности можно найти на сайте УФМС по Забайкальскому округу по адресу ufms.chita.ru. В завершение хочу еще раз напомнить, что информацию о программе содействия переселению соотечественников, образцы документов и другие необходимые сведения можно найти на сайтах Минздрав соцразвития по адресу 3wis.gov.ru и ФМС по адресу 3wfms.gov.ru. К тому же у каждого региона участника программы есть собственный сайт с подробной информацией о возможностях региона, ситуации на рынке труда, наличии вакансий. Здесь же размещаются памятки участникам программы и другие необходимые сведения и документы. Адреса можно найти на интернет-форуме «Интеграция соотечественников» по адресу 3w.mefis.ru в разделе «Куда поехать». Там есть список всех регионов и территорий вселения, а также адреса и телефоны органов, которые в этих регионах отвечают за реализацию госпрограммы. На этом интернет-ресурсе, созданном при поддержке Министерства регионального развития Российской Федерации, можно получить профессиональную консультацию представителей органов государственной власти, а также ценные практические советы от опытных переселенцев. После окончания этой передачи начнет работу горячая телефонная линия. Вы сможете, уважаемые слушатели, задать свои вопросы относительно государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа. В течение двух часов после эфира можно будет связаться с оператором, позвонив по бесплатным телефонам горячей линии. Запишите номер 8 800 100 06 76. Повторю, 8 800 100 06 76. Для слушателей Украины номер такой 0 800 502 676. 0 800 502 676. Соотечественники, проживающие в Германии, могут связаться с операторами по номеру 0 0 800 0 1 0 0 0 6 76. А из Израиля нужно звонить по телефону 0 14 800 0 1 0 0 0 0 6 76. Кроме того, свои вопросы вы можете отправить нам по электронной почте на адрес домойсобакарувр.ру. Кстати, на сайте Голоса России по адресу 3wr.ру вы сможете прочитать все материалы, которые звучат в программе «Домой в Россию». Пишите и звоните нам. С вами была Татьяна Соловьева. До свидания. Программа создана при поддержке Министерства регионального развития.